Ну что, еще раз говорю всем привет Спасибо, что присоединились Сегодняшняя тема вебинара очень, очень волнительная и интересная для многих Потому что все-таки Facebook это одна из самых популярных социальных сетей Ну понятно, что ВКонтакте у нас тоже очень сильно развито В мире Facebook это самая популярная социальная сеть Поэтому продвижение социальности Facebook и Instagram в том числе Это очень важный такой фактор для проектов Не важно, коммерческий вы проект или некоммерческий Кстати, знаете, почему написано здесь Instagram? Кто не знает, что Instagram теперь принадлежит Facebook? Напишите Собственно, поэтому и здесь Да, потому что инструменты рекламы Facebook затрагивают в том числе и Instagram Ну отлично, теперь вы знаете, супер Так, ну что, двигаемся дальше Для тех, кто смотрит записи, давайте я быстренько расскажу, кто мы, что мы делаем Меня, в частности, зовут Алексей Ницей Я являюсь вентредактором цеплицы социальных технологий И все, что касается мероприятий, инфопартнерств и так далее Вы можете писать мне напрямую, задавать вопросы по этому поводу И по поводу вебинаров и видеоуроков То есть вебинары это то, что вот сейчас проходит, да Мы проводим два вебинара в месяц И, соответственно, вы можете написать мне, предложить какие-то темы для вебинаров Либо какие-то свои замечания То есть не стесняйтесь, пишите мне в социальности Facebook Либо на почту Также я делаю видеоуроки, такие небольшие скринкасты Собственно, видео, которые рассказывают, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом И я сейчас быстренько покажу Во-первых, наш сайт, кто не знает, он выглядит таким образом Его адрес стоит rest.ru В социальных сетях мы везде слэш теплицы ST То есть нас легко найти в ВКонтакте, в Твиттере, в Ютюбе, в Фейсбуке Везде мы так называемся И, собственно, кто мы такие? Мы являемся общественным образовательным проектом Который связывает две такие большие целевые аудитории С одной стороны, это некоммерческие проекты, некоммерческие организации, активисты Это те, кто делает такие полезные проекты И пытается решить какие-то социальные или общественно важные проблемы С другой стороны, это люди, которые владеют технологиями Это IT-секторы, это программисты, разработчики, дизайнеры, специалисты разного уровня Мы разными способами сводим друг с другом Чтобы в итоге могли получиться очень хорошие, интересные и полезные проекты Соответственно, мы проводим как онлайн, так и оффлайн мероприятия Онлайн – это как, например, этот вебинар А оффлайн – это хакатоны, митапы Так что, если вы по какой-то причине еще не участвовали Вы можете это сделать, если, например, будет хакатон в вашем городе Или в Москве, если вы живете в Москве Естественно, что рекомендую вам посмотреть наш сайт во вкладке мероприятия Если вы тут немножко видите Вы можете зайти посмотреть, во-первых, анонсы всех мероприятий Которые будут у нас в ближайшее время Также вы можете открыть вкладку «Отчеты», где посмотреть результаты мероприятий, которые уже прошли И это очень легко найти по городам, по типу мероприятий Например, посмотреть отчеты вебинаров или хакатонов, или митапов, или чего-то другого То есть сейчас стало достаточно удобно И естественно, что мы достаточно много проводим мероприятий И накапливаем большой багаж знаний в виде видеозаписей И у нас есть канал на YouTube, на который я рекомендую подписаться Чтобы просто не пропустить какие-то интересные моменты И советую вам посмотреть там плейлисты Они действительно стоят того, чтобы их найти Потому что много чего полезного там есть В частности, два плейлиста, которые я рекомендую вам Это записи вебинаров Тут можно нажать на тату-сук внизу Плейлист записи вебинаров Вы перейдете, если откроете презентацию в PDF И здесь записи вебинаров, соответственно, их уже там практически 50 где-то На разной тематике совершенно Много чего полезного есть То есть мы проводим вебинары, во-первых, как сейчас я провожу Я рассказываю что-то самостоятельно Либо мы приглашаем спикеров Это внешних экспертов, которые рассказывают какие-то вещи Которыми они занимаются напрямую Это тоже очень интересно и полезно И плейлист скринкастов или видеоуроков Это, как я уже сказал, такие небольшие видео Которые рассказывают, как пользоваться какими-то онлайн-сервисами Если у вас нет, например, каких-то продвинутых знаний в программировании Вы можете найти какие-то сервисы, которые позволят вам сделать, например, long read Например, это тильда, да? Или вы можете узнать, как сделать постер, как сделать баннер Узнать больше о цифровой безопасности То есть много чего полезного действительно тут есть Тут уже более 100 видео небольших И они занимают по времени там буквально в районе трех Там, как вы видите, максимально 9 минут Соответственно, опять же, рекомендую посмотреть Очень полезно, независимо от того, чем вы занимаетесь, где вы работаете Потому что с интернетом мы сейчас все связаны Уверен, будет полезно Двигаемся дальше Итак, о чем же мы сегодня поговорим? Как я уже начал рассказывать про тему И хорошо, это все классно, да? Рекламные инструменты Вопрос, для чего это нужно Вы, наверное, все видели вот эту картинку Когда, наверное, регистрировались Или там видели ее в Фейсбуке Действительно, рекламные инструменты Помогают сделать, в первую очередь, охват Увеличить количество людей, которые знают о вашем проекте О ваших публикациях, о вашем сайте Если вы коммерческие проекты Например, там, о тех товарах или услугах, которые вы продаете Да, и естественно, что это хороший способ привлечь новую аудиторию То есть тех людей, которые, возможно, заинтересуются вами в будущем И это очень важно масштабировать свой проект И это можно сделать в том числе с помощью Фейсбука и Инстаграма Потому что эти социальные сети сейчас очень популярны Очень большое количество людей пользуются ими каждый день Соответственно, если вы найдете свою целевую аудиторию Среди тех людей, которые им пользуются И можете привлечь их Соответственно, у вас больше людей будет То есть ваших людей, которым вы можете что-то либо продать Либо проявлять их к решению какой-то проблемы, если вы не коммерческий проект То есть не коммерческая организация – это основная наша цель в аудитории Поэтому я буду рассказывать через эту призму Да, нужно сказать, что, во-первых, аналогичный вебинар проходил по теме таргетинга ВКонтакте Поэтому если вы или ваш проект существует и развиваетесь ВКонтакте Очень сильно рекомендую вам посмотреть запись вебинара Посмотреть презентацию по поводу таргетинга ВКонтакте Он был в этом году, немного ранее Поэтому также вам будет полезно посмотреть Ссылка здесь, да И начну вот со следующего Во-первых, если вы видели первый слайд И вообще часто мы употребляем В частности, я употребляю такое словосочетание Давайте я на время камеру включу Чтобы было как-то интересно меня слушать Я просто смотрю, пока не тормозит Если начнет тормозить, пожалуйста Там какие-нибудь знаки мне в чат пишите Чтобы я видел, хорошо? Спасибо Итак, я часто употребляю это выражение Разбираемся вместе И второе выражение Это сделай это сам То есть есть такая аббреватура DIY, да, это do it yourself Соответственно, есть два способа вообще решения Каких-то задач или проблем в мире В первую очередь, вы можете сделать это самостоятельно И второе, вы можете привлечь каких-то специалистов Для решения вашей задачи или проблемы Так вот, если мы будем говорить Про некоммерческие организации Естественно, что часто у нас нет бюджета На решение каких-то задач С помощью других сторонних людей Или специалистов, или профессионалов Да, есть такое понятие, как пробона Но это уже такой высший уровень, да Изначально, если вы занимаетесь какими-то проектами Очень сильно рекомендую вам задуматься о том Как сделать это самостоятельно Поэтому сегодняшний вебинар будет как раз об этом Как самостоятельно начать разбираться вот в этом всем Связанном с таргетингом, с рекламой ВКонтакте На самом деле, это правда очень большая, огромная тема И таргетинг ВКонтакте и реклама инструмента Действительно инструмент Это способ, который дает вам привлечь аудиторию Представьте себе, что это, например, вам дали в руку ручку или карандаш И уже вы сами думаете о том, что можно нарисовать, да То есть вообще, в принципе, это будет ограничено только вашей фантазией И совершенно практически не зависит от того Какая цель и что вы хотите сделать Несколько картинок Я просто люблю очень Симпсонов Так вот, наверное, когда вы слышите о том, что Сделать это самостоятельно Например, когда вы не разбираетесь в какой-то теме В первую очередь, что вы испытываете Вы испытываете именно вот такое, как изображены картинки Просто вы хотите прокричать что-то, да И не понимаете, за что хвататься Потому что много разных кнопочек Много непонятного И совершенно просто, ну, правда, не знаете, с чего начать, да И вот такие ситуации, в принципе, они случаются часто Но этого совершенно не надо бояться Почему? Потому что всегда во всем можно разобраться И просто на это нужно потратить некое количество времени И для этого нужны какие-то, как бы, материалы Которые вам в этом помогут То есть, как в какой-то серии Гомер Симпсон Он искал информацию Как вы видите, он нашел, как построить ядерный реактор То есть, в принципе, если вы найдете хорошую методичку Вы можете сделать все, что угодно, да Все зависит от того, какая, как бы, литература у вас есть Поэтому в первую очередь вы должны понять, собственно, что Вам нужно сделать И постепенно просто начинать это делать и не бояться И через какое-то время, естественно, у вас что-то будет получаться Вы будете говорить, да, классно, наконец-то у меня что-то получилось И, конечно, возможно, это будет не так профессионально И не так быстро, как это получается у профессионалов Но, тем не менее, вы сделаете это сами Вы не будете не зависеть ни от кого И вы получите результат Вы будете понимать, что конкретно вы делаете И почему вы это делаете Поэтому я очень сильно рекомендую вам Вот проникнуться в эту концепцию Do it yourself Сделай это сам Разберись в этом сам И попробуйте это сделать Двигаемся дальше Итак, вот эта фраза, на самом деле, это выдержка Из описания рекламных инструментов Facebook Которая я взял, собственно, ну, с официальной страницы Вы это можете прочитать в общем Но я хочу просто акцентировать внимание на том, что Рекламные инструменты – это дают возможность Показать вашу рекламу То есть информацию о вас тем людям Которых, вероятнее всего, она заинтересует То есть, естественно, что это нет никакой гарантии Что каждый человек, который увидит вашу рекламу Или ваше объявление, он начнет кликать Перейдет по ссылке и так далее Но вероятнее всего это произойдет, если вы правильно все сделаете И что можно сделать с помощью рекламных инструментов? Сделать можно совершенно разное Используя, например, местоположение человека Возраст человека, пол и так далее То есть, используя всю ту информацию о пользователе Которая собирается вот в социальной сети Facebook Соответственно, вы это можете использовать И сделать более точное, нацеленное Как бы, нацеленный удар То есть таргетинг, собственно, почему так называете? Что это такое? Ну, в принципе, из-за названия, наверное, из перевода понятно Ну, в двух словах в переводе с английского Target – это цель, да? И это маркетинговый механизм При помощи которого из всего числа интернет-пользователей Можно выделить только ту целевую аудиторию Которая соответствует определенным критериям То есть это может быть география Это демография Это пол, возраст и так далее И, собственно, вы, когда выделяете вот эту вот целевую аудиторию Вы ей можете рассказать все то И показать, что вы хотите То есть вы показываете это не всем А только тому, кому это может быть наиболее интересно В этом, собственно, и суть Но здесь нужно понимать следующее В прошлом вебинаре про ВКонтакте Я об этом говорил Говорю сейчас еще раз Нужно очень сильно понимать разницу Между рекламой в социальных сетях И рекламой в поисковиках Когда мы чего-то ищем в поисковой выдаче То есть, например, в Яндексе, в Гугле, в других поисковиках У нас есть конкретный запрос Мы хотим что-то найти То есть мы хотим, например, купить книгу Мы найти какой-то фонд хотим Мы хотим что-то еще конкретное У нас уже есть это, да? И поэтому главная задача рекламы в поисковиках Это удовлетворить эту потребность нашего поиска Если мы говорим о социальных сетях Здесь как бы совершенно обратная ситуация Когда человек У него нет некой потребности Которую вы хотите ему предложить То есть у него нет запроса никакого Он просто в этой социальной сети есть Возможно, он отвечает каким-то требованиям вашим Но совершенно это не значит Что ему надо то, что вы хотите предложить Так вот Поэтому важно, когда вы делаете рекламу в социальных сетях Очень хорошо понять вашу целевую аудиторию И, соответственно, если вы найдете эту целевую аудиторию И вычленить ее таким образом Что, ну, то есть там Вероятность того, что человек обратит внимание Станет высокой То, конечно же, все начнут пользоваться То есть если вы напишете правильный текст Сделать правильную картинку И сделать правильный посыл То, естественно, человек начнет кликать И перейдет, и заинтересуется, и посмотрит И давайте теперь посмотрим, собственно Как это, что это, и вообще зачем Во-первых, об основных параметрах таргетинга Аудитории Нужно понимать, что есть определенные показатели Как я уже сказал, что это есть Собственно, местоположение пользователя Возраст, полуязык Местонахождение, понятно, что это город, например, да То есть ли страна Возраст тоже понятен, да Мы при регистрации, по сути, указываем эту информацию Как и пол, собственно, и язык Язык мы можем менять Отображение, да Но если, например, мы живем в России По местоположению, то, наверное, будет понятно Что вероятнее всего мы говорим на русском языке Далее есть интересы Это то, что уже мы самостоятельно указываем Какую информацию То есть мне нравятся там какие-то фильмы Мне нравится программирование Мне нравится дизайн Мне нравится там еще что-то Такая-то музыка Вот, собственно, все то, что мы указываем Тоже говорит о нас много И это надо использовать И можно использовать Следующее – это пользовательское поведение И использование устройств То есть очень важно понять Что мы делаем Как мы делаем Что мы постим Какие устройства используем Все это, в принципе, отслеживается, да То есть социальная сеть Facebook Очень хорошо определяет С каких устройств мы заходим Как часто И так далее И тому подобное То есть вот эта информация Тоже очень полезная И совершенно понятно Что ее тоже надо использовать И в определении Таргетинга аудитории Более такие тонкие настройки Тут можно использовать связи С вашими страницами Или мероприятиями То есть если у вас есть А у вас, надеюсь, есть страница Например, Facebook Допустим, если вы организация Либо какая-то инициатива Либо еще что-то То есть у вас есть Как бы официальное представительство В Facebook, соответственно У вас, у вашей страницы Есть также целевая аудитория Так вот, рекламируя что-то Показывая что-то Вы можете показывать это тем людям Кому интересна ваша страница Или тем людям Кто является друзьями И друзья друзей Да-да-да И вот, собственно, вот это все Очень важно и очень здорово То есть вероятность того Что человек заинтересуется Ну, она как бы поднимается Причем, на самом деле Настройок очень много И если говорить про друзья друзей То есть, например, можно Выделить друзей друзей Но самих друзей не трогать Ну, потому что, например Они уже были задействованы где-то И, соответственно, то же самое Про мероприятия И если вы делаете, там, например Приложение у вас есть Включенный Facebook То это то же самое С одной стороны это сложно С другой стороны, да В принципе, ничего сложного нет И вот, так же, как и в прошлом вебинаре В этом я тоже хочу сделать акцент Очень важный Поймите одно Что существует два типа данных Да, первый это автоматический И второй это те, что мы заполняем Сами как пользователи Автоматические данные Это, естественно, что местоположение Тип устройства Операционная система Браузер и так далее То есть, вот эти вещи По сути Без каких-то специальных действий Мы не можем никак изменять И социальная сеть Она знает, собственно, все То есть, кто мы Откуда мы Какими устройствами пользуемся А если говорить о других Там, интересах, например По возрасту, должности и так далее Это все мы вводим вручную Да, постим какие-то материалы И так далее То есть, это может быть Совершенно неправдой И вы должны это знать Что, по сути, нужно Там, например, доверять Больше автоматическим Типам данных Чем, например, данным Которые пользователи Заполняют для себя То есть, вы, наверное, знаете Что, ну, часто так бывает Например, на примере Например, на примере себя Скажу, что разные социальные сети У меня для разного, да То есть, так что вы можете тоже Это иметь в виду Когда будете продумывать Вашу целевую аудиторию И делать акцент, например На определенных типах данных Это очень важно Да, и снова Типа, вот И чего И вообще Вот это же ужасно Это все очень сложно И как с этим разобраться Что с этим делать Действительно Не так все просто Возникают вопросы Но не так все Как бы плохо, как кажется Потому что все-таки Фейсбук Это большая корпорация Которая зарабатывает Огромные деньги На рекламе На своих пользователях Да, и естественно Что, чтобы заработать больше Нужно создать Хорошие материалы Обучающие материалы И, конечно же Они есть на всех языках Если вы живете в России То, вероятнее Вы говорите на русском языке И эти материалы Есть на русском языке То есть, даже Все ссылки Которые я сейчас буду показывать Они никак не Промаркированы по языкам То есть, вы по этим же ссылкам Можете зайти в других странах И у вас будут материалы Эти же материалы На других языках Собственно, это интересная штука Я сейчас просто Специально приведу Несколько ссылок Чтобы вы потом Их посмотрели И просто у вас там Осталось это на будущее Когда вы будете стараться Что-то сделать Или попробовать Чтобы просто не потерять Потому что, на самом деле Я когда готовился К вебинару Вот реально Огромное количество информации Просто огромное Совершенно непонятно С чего начать Ее просто очень Очень-очень много Начну с того Что, конечно же Всегда есть хелп Да Кто больше там Связан с программированием Или с какими-то еще IT-штуками Все знают Что есть хелп То есть, это такой раздел У сайта Или у сервиса Или у программы Где можно почитать О том, что это такое Как это работает И вот, собственно У рекламных инструментов Рекламодателя Есть хелп А он находится По ссылке Слэш бизнес Слэш хелп Тут все тоже на русском языке И тут, в принципе, очень классно Можно найти по каким-то ключевым словам Если вас интересуют какие-то конкретные моменты Да Если вы хотите начать вообще с нуля И вообще внедриться вот в эту систему И понимание, что такое вообще реклама Как это работает Предлагаю вам начать с того Что просто зайти на фейсбук Слэш бизнес Бизнес И вы можете нажать на синенькую кнопочку Как работает реклама на фейсбук И перейти потом на следующую страницу Которая включает в себя действительно очень много материалов Вот советую просто потом перейти И почитать Как это в принципе Здесь достаточно все просто написано И большой плюс Что это на русском языке Дальше есть раздел Собственно, непосредственно Касающийся основы рекламы на фейсбук Здесь вот сбоку слева Есть прям перечень Разделов, которые основные Единственный минус Что видео на английском языке Но все тексты на русском Это в принципе достаточно просто Ничего сложного в этом нет Просто последовательно нужно посмотреть Это все То есть это я вам привожу пример того Что если вам нужно что-то потом посмотреть Куда идти И просто чтобы не гуглить Очень там И не смотреть Просто вот определенное количество ссылок Которые помогут вам сориентироваться В этой информации И естественно Что вот есть основа создания рекламы на фейсбук Тут все в принципе доходчиво объясняется Еще раз говорю Так как фейсбук делает собственно деньги на том Что вы тратите деньги Да, как рекламодателя Естественно, что он старается сделать так Чтобы больше людей начали это делать Ну, с одной стороны это, конечно, плюс С другой это минус То есть в принципе разобраться реально И я просто покажу потом, как это делается Есть же еще полный раздел по Power Editor Ну, то есть это вообще раздел менеджера рекламы Который выглядит Сейчас тоже покажу картинку Ну, то есть вот Если вы в первый раз вообще все это видите Вам покажется, что это просто Какая-то очень сложная штука Которой очень сложно пользоваться На самом деле нет Еще классный раздел Советую вам обязательно его посмотреть Называется История успеха В чем преимущество? В том, что здесь, видите Можно посмотреть поиск по компаниям По целям, по индустрии По продукту и по региону То есть вы можете посмотреть Какие были популярные истории И там в принципе рассказывается В чем преимущество Вот сейчас, когда я перейду уже к показу Я хочу показать вам одну историю успеха Некоммерческой организации Образовательной И там прям расписывается Собственно, что было Что стало Как они это достигли И как бы никто вам не запрещает Заимствовать какие-то идеи Да, для ваших рекламных компаний Это тоже хорошая идея Посмотреть то, что было успешно И применить уже в своей области Вот я говорю сейчас про эту компанию Да, это Teach for America И там прям очень прям по-русски написано Все прям Сейчас посмотрим Прям там такой большой лонгрид, условно говоря Тоже советую почитать И как это выглядит, да Вот эта ужасная картинка Мне кажется, она ужасна Реально То есть вы заходите в менеджер рекламы Facebook первый раз Наверное, все-таки первый раз, когда вы заходите Это выглядит намного проще Но вот вообще, когда вы заходите Это выглядит вот так То есть это просто набор разделов Набор ссылок И вы думаете, типа И как бы И что с этим делать, да? То есть вот просто Вот я просто тоже искал картинку С теми эмоциями Которые у меня были После того, как я увидел Менеджер рекламы Я подумал, что Как бы вообще в этом, наверное Реально тяжело разобраться Но не все так как бы Плохо, как кажется Объясню почему Потому что Facebook такая штука Которая дает вам возможность Сделать рекламу с двух сторон Первое Это из менеджера рекламы Это, собственно, из отдельного раздела Который я сейчас показывал Второе Это непосредственно из Вашего интерфейса Facebook Который вы пользуетесь каждый день То есть ничего нового не надо Вы видите эти кнопочки синие И вы их увидите Если вы, например, являетесь администратором страницы И у вас, например, там Подключена система оплаты Пропал звук Кто-то еще меня слышит Меня слышно вообще Давайте проверим звук Поставьте, пожалуйста, плюсики Раз, два, три, четыре Слышно Не пропал Окей Да, наверное, может быть Там на какой-то момент Или просто Окей Спасибо Так, да И вот, собственно, реклама С интерфейса Вот привычного Выглядит намного проще И вот, честно Она, правда, не так Отпугивающе страшна Как кажется То есть, например, если вы Создаете мероприятие То у вас потом возникает Рядом кнопочка Поднимать мероприятие Если, например, вы делаете Какие-то публикации То у вас сразу возникает Рядом с публикацией Кнопочка Поднимать публикацию Потом, например, С правой стороны у вас есть Кнопочка Создать рекламу То есть, Фейсбук очень сильно Заботится о своих пользователях И говорит, что Ребят, все, что вам нужно Сделать в Фейсбук Это создать рекламу Это я, конечно, сейчас Сарказмом говорю Но, тем не менее Вот реально Когда вы начнете это делать Вы просто потом Это не сможете пропустить Потому что Как бы вот эти точки входа В рекламу Они везде, да И с одной стороны Кажется, что Фейсбук Он как бы делает это специально Да Просто, ну, как бы Вытягивает деньги Из своих пользователей С другой стороны Это нормально Потому что мы живем В конкурентной среде Да И если вы хотите Как бы выжить В конкуренции Вам нужно что-то делать И играть по правилам По тем, которые есть У платформы Соответственно, если вы Так или иначе Видите, что ваша Цивая аудитория В Фейсбуке То я вам очень сильно Рекомендую подумать О том, как продвигаться В этой, как бы Социальной сети Естественно, что Использовать рекламу Это один Как бы Из способов Ну, да Я, да Вот Ольга спрашивает Разве это не так? Да, конечно, так Но я говорю еще раз Если вы видите Что ваша цивая аудитория В этой социальной сети Вы хотите выжить В конкуренции Ну, как бы У вас нет просто Выхода другого Вы либо не пользуетесь Ничем Либо Ну, как бы Проигрываете Ну, вот, кстати Охват Как вы видите Просто эта публикация Сделана 20 часов назад И Это, кстати Непоказатель Вот Естественно, что Цифры бывают Больше и меньше Это окей Окей Двигаемся дальше Да, и вы такие Посмотрели Теперь На свой привычный Фейсбук С другой стороны И вы заметили Наконец-то Кнопочки Синие Которые появляются Если вы подключите Систему оплаты И вы будете администратором Страницы Если у вас есть свой проект И вы сделали вывод Что окей Классно Теперь можно Что-нибудь попробовать Сделать Перед тем Как Да, на это скажу В общем Я хочу сказать Что Да, это Как бы Стоит Неких Денег Это Естественно Платная реклама Но Вот Это Не так Как бы Жестко Как вы думаете Почему? Потому что Например Минимальная сумма Вот Рекламного поста Либо вообще реклама Это всего один доллар То есть Это 60 рублей Я не знаю Честно говоря Говорят Что По-моему В рублях Тоже Отображаются У некоторых У некоторых Отображаются В долларах Это наверное Связано С Настройками Просто Отображения Аудитории Или в каком стране Даже несмотря на то Что я в Москве Все-таки И у меня почему-то Отображается В долларах То есть Я к тому Хочу сказать Что иногда Вот этот один доллар Может сыграть Очень такую Хорошую роль И это всего Там 60 рублей Но эти 60 рублей Могут действительно Помочь вашему проекту Так вот Вопрос был в чем В чем же преимущество Таргетинга Для некоммерческих Организаций Сейчас я Отвечу на Чуть позже вопрос В общем В чем плюс-то Да То есть Это во-первых Действительно Минимальная сумма Второе Это Анализ Вашей целевой аудитории То есть Вот все то Что вы Делаете С помощью Вычленения Вот этой аудитории Когда вы настраиваете Рекламное объявление Так же Как и в других сетях Так же Как и в Поисковике В Яндекс.Директе Да Вы Очень точно Можете определить Вашу целевую аудиторию Посмотреть Качественно и количественно И проанализировать Кто это люди Какие они Что они делают Чем занимаются И так далее Это отлично Огромный Большой инструмент Который вам даже поможет Если вы не собираетесь Сделать рекламу вообще То есть Вы можете посмотреть Таким способом Количество Людей Которые Например Живут в определенном городе Используют определенные устройства Имеют определенные увлечения И так далее То есть Другими словами Вы можете Оценить Объем рынка Для вашего проекта В определенном Местоположении Это уже Огромный Блюз От системы И Далее Важно понять Что вот эта Одна рекламная Компания Которую вы делаете Она будет Собственно Для разных платформ Вы можете использовать Разные системы В плане Текст Фото Видео Слайдер Что-то еще И это будет На разных устройствах На десктопах На компьютерах На обычных На мобильных устройствах И даже в Инстаграм И даже Потому что Часто задается вопрос А как собственно Делать рекламу В Инстаграм И стоит ли это того Это действительно Тоже работает Давайте посмотрим Теперь В чат Вопросы Значит По поводу Платить за рекламу ФБ Есть возможность Официального НКО И списывать затрат Бухгалтерии На этот вопрос Я тоже не могу ответить Потому что Мне кажется Скорее нет Чем да Потому что Ну как бы Это все зависит от того Что вы прописываете В вашем проекте Опять же Просто Эти суммы Можно списывать На какие-то Расходы Если это вообще Небольшие суммы Это можно делать Как бы Персонально Я не думаю Что это Ну какие-то Реально большие суммы То есть там 300-600 рублей Там тысяча рублей Там не знаю Месяц Это можно сделать Каким-то образом Там не знаю Ну То есть Есть какие-то Мне кажется Способы Юрий спрашивает В месяц Почему в месяц Нет не в месяц Это имеется ввиду На компанию То есть Если вы например Продвигаете Какое-то свое мероприятие Или какую-то Ссылку на сайт Либо еще что-то Минимальная Вообще Как бы Стоимость Условно Минимальная То есть Вы можете Поставить Один доллар И действительно Даже растянуть На один месяц Но это ничего Не даст вам То есть Вы можете Сделать настройки По времени Отображения Там Дни Недели И так далее И по количеству Собственно Общей суммы Вот да Татьяна говорит Что по поводу Затрат Кому-то зарплату Закладывали Компенсацию Ну то есть Как понимаете Как бы Есть же всякие Разные расходы Например Там транспортные расходы Да Там если вы куда-то Ездите Еще что-то Соответственно Вот это просто Можно как-то Включить в какую-то Статью И если действительно Это там Юридически Ваша организация Приемлет То это будет Очень эффективно Мария спрашивает Можно ли чуть подробно Про методики Анализа аудитории Для этого Нужно уже иметь Проект Или можно оценить Количество аудиторий ФСБ По определенным признакам По возрасту Еще какие факторы Можно оценить Да Вот Про оценку аудитории Хочу сказать еще раз Что даже если вы Не собираетесь Ничего рекламировать Максимальное Что вам нужно сделать Это вам нужно Зайти в раздел Рекламы И начать это делать Могу ошибаться Но возможно Просто необходимо Будет подключить Там Не знаю Какую-то платежную Систему В плане там Карточку Да Но если вы Ничего не будете делать У вас ничего не будет списываться Да Она даже будет У вас прикреплена То есть Вы оценивать аудиторию Можете анализировать Без каких-то затрат Финансовых Совершенно спокоен Ну просто сейчас посмотрим Так Времени 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 Да Времени Так Время и бежит И Например Вот этот пример Конечно Я люблю показывать примеры Которые не являются Хорошими примерами Но я Как бы Я говорю Окей Что если я что-то делаю Даже нехорошо Это все равно Пример Там Работа над ошибкой Ну например Ради Эксперимента Я просто Потратил 5 долларов На то Чтобы продвигать Собственно это же мероприятие Которое Которое вы пришли На вебинар Единственный минус в том Что это были Маленькие сроки Да Конечно же Все зависит от Там того Какого текста напишете Какая картинка будет И так далее То есть По сути Вот Эта картинка Показывает результаты рекламы То есть Реклама Являлась Приглашение На мероприятие То есть Там Дальше Ниже Вот эта картинка Ниже ссылка На мероприятие в фейсбуке Текст вот такой Да То есть Текст можно менять И так далее Можно настраивать аудиторию Здесь Аудиторию Конечно же Я настроил Никак Да То есть Я вот честно скажу Что я никак не настраивал Я просто взял И Написал Что будет аудитория Люди Которым нравится наша страница Теплица социальных технологий И их друзья И возраст просто определил Что это от 20 до 40 лет И все То есть Естественно Что по-хорошему Нужно Вот более Качественно И точно Оценивать аудиторию Но мне просто было интересно Насколько это сработает Так вот Вот это Платное продвижение Оно принесло Охват в 1621 человек То есть Что такое охват Это сколько человек Потенциально увидели Ваше объявление Даже не прореагировав на него Забегая вперед Хочу сказать Что по сути У Фейсбука Так же как и ВКонтакте Есть такое понятие Как аукцион То есть Когда вы Платите не за Не ту сумму Которую вам предлагает Собственно Платформа То есть Например Она говорит о том Что вот За такую сумму Примерно Вы увидите Его увидит Столько-то человек Вы можете предложить Свою сумму И Это уже будет Наверное Более эффективно То есть Возможно Что у вас получится Сделать это Поменьше суммы Ну опять же Это просто Нужно смотреть Настройки Да И за 5 долларов Например Прореагировало На Объявление 58 человек Сейчас я пытаюсь Рассмотреть Там 33 человек Ответили на приглашение Соответственно То есть Если это было Приглашение на мероприятие То человек ответил Меня интересует Или я пойду То есть 33 человека ответило И Там различные кнопочки Там Сколько страниц Лайкнули Лайкнули Публикацию И сколько Сделали перепост То есть Смотрите 5 долларов Это Сколько Ну там Примерно Сколько Шесть 350 рублей Примерно Да Ну Примерно То есть За 350 рублей Теоретически К мероприятию Подключилось Еще Ну там 30 человек Ну то есть Это все Конечно Трированно И условно Но тем не менее Примерно Нужно посмотреть Да Вот 5 рублей За переход Вопрос Если мы будем Говорить Кстати По сравнению Вконтакте Если Артем Не прокомментирует Мне кажется Что эта стоимость Намного меньше Чем Вконтакте Вот Так А я пока Еще раз Посмотрю Чат Гость Пишет А не обратная Ли ситуация По оценке ЦА Сначала Проанализировать И оценить А потом На нее Запускать Рекламу Иначе Деньги Вдут Неэффективно Так вот Гость Я и говорю Собственно Пример-то И как раз Об этом И говорит Что Это Неэффективно То есть Конечно же Сначала Нужно анализировать Просто Мне специально Было интересно Насколько Это будет Неэффективно Вот И Да Конечно Сначала Уже потом Проводить И вот Артем Прокомментировал Что действительно Вконтакте Например Дороже Окей Двигаемся Дальше И давайте Такие вот Странные Советы Но они Не странные С точки зрения Важности Сейчас объясню Почему И мы потом Перейдем уже К тому Как это Выглядит На самом деле То есть Смотрите Когда вы занимаетесь Анализом Собственно Вашей аудитории Есть несколько Советов Какие возможности Можно использовать Да И вот Давайте их Перечислим В первую очередь Помимо всего прочего Как я уже говорил Там это Полвозраст Место жительства Вы должны Использовать Следующие штуки Это интересы Вашей аудитории Опять же Я говорил То есть Это то Что человека интересует Что у него указано В интересах Что он постит И так далее Понятно Что этому доверять На 100% нельзя Но это обязательно Нужно там использовать Второй пункт Это использовать Поведение Как я сказал Например Вы можете Из всей Целевой аудитории Вычленить Тех людей Например Кто использует Айфон 7 В Пеганроге Да Вот представьте себе Что этих Там 20 человек Я сейчас С сарказмом Вы можете найти Их Реально найти То есть Вот Это очень Такой пример Забавный Но показательный Дальше Когда вы делаете Таргетинг По географии Допустим Вот как я Сделал К вопросу Вебинаре То есть Я добавил Там допустим А нет Там не было По городу То есть Если вы добавляете Один город Например Москва То более эффективно Будет Если вы все-таки Добавите к этому Еще возраст и пол То есть Вы можете сделать Объявления В принципе Похожими Например Для мужчин Для женщин Только взять Разные картинки И поверьте мне Это иногда Будет эффективнее То есть Потому что Мужчина и женщина Часто мы смотрим На одни и те же вещи Немножко по-другому Например Для девушек Мы можем сделать Более какую-то Такую нежную картинку Для мужчин Более такого Мужского характера А текст Например Может быть Один и тот же То есть Я говорю даже о том Как приглашать На мероприятие Возможно Это будет Эффективнее Дальше Например Когда вы оцениваете Свою целевую аудиторию Вам надо найти людей Например Работающих в определенной индустрии Это также можно сделать Есть такие возможности Вы можете посмотреть Даже где кто работает Ну то есть Если это конечно Человек указан В той информации Которую он предоставляет Платформе Ну Надо сказать Что таких людей Достаточно много Потому что Вот про Россию Хочу сказать Это большой плюс В этом Почему? Потому что Во всем мире Ну там В частности В Штатах Фейсбук используется По сути Так же Как у нас Вконтакте Это не такая Личная Там сеть Для друзей Для знакомых Просто мы там Постим что-то Фоточки И еще что-то Для России Как я понимаю На данный момент Это некий аналог Линкдина Это деловые связи Это связи по работе Это полезная связь Поэтому Естественно Что человек Будучи Не знаю Желает Там найти Каких-то людей Которые возможно Будут полезны По работе И так далее Он конечно же Будет указывать Всю нужную информацию Где он работает Что он делает И так далее Поэтому Это просто Только на руку вам Когда вы хотите Сделать какое-то Рекламное объявление Или найти Ту аудиторию Которая вас интересует Естественно Что уровень образования Вы также можете определить Потому что Сейчас опять же Это вытекает Из предыдущего Там Что Человек Показывать Не только там Где он работает Ну и какое учебное заведение Он закончил И когда То есть уровень образования Вы также можете Понять и найти Шестой пункт Дает вам Кстати возможность Сделать интересную Штуку Вы можете Например Найти родителей Детей В определенном возрасте Ну например Есть знакомый Проект Кадабра Даша Абрамова Делает проект Где в игровой форме Они Учат детей Программированию И созданию Различных Компьютерных игр Так вот По сути Да Почему я об этом Заговорил Они например Проводят в ближайшее время В Москве Фестиваль Для родителей Детей Так вот Таргетированная реклама Может быть Хорошо тут работает С точки зрения Учленения родителей Детей Там возраста Восьми Терринадцати лет Вы можете это сделать И нацелены быть Только на них Также Можно например Сделать таргетинг На поколения Это x, y и так далее В России Надо кстати Сейчас посмотреть Будет ли это или нет Ну то есть Это можно сделать Вы можете вычленить Прямо определенные Поколения То есть это Возрастные рамки Людей И Очень здорово Что есть инструменты Связанные со следующими Действиями Вы же знаете Что все на странице Вы можете написать Какие-то жизненные События Ну например Вышел замуж Вышел замуж Женился Вступил в отношения Развелся Еще что-то Вот это все Это тоже анализируется И вы можете это использовать Для показа Своих рекламных объявлений Ну например Если там Я не знаю Вы продаете цветы Да У вас цветочный магазин Вы можете сделать Или там Доставка цветов Вы можете сделать Таргетинг на мужчин Которые только что Вступили в отношения Которые потенциально Могли бы сделать Например подарок Своим девушкам Новым Да Или еще что-то Ну то есть Вот это вот так Все работает И так кажется Что это сложно Но это такая Большая песочница Которую конечно же Нужно постепенно Там Вычленять по частям Что конкретно работает А что нет Так Про работу Тоже важно То есть Опять же Как я говорил Все вот эти жизненные События Которые мы указываем У нас на ленте В новостном Да Это все как бы Учитывается Дальше Интересный такой фактор Что вы можете Привлечь администраторов Страниц в фейсбуке То есть Вот например Я являюсь администратором Страницы теплицы Да То есть По каким-то причинам Например Какому-то проекту Важно найти Именно администраторов Это можно сделать И вот Последнее Таргетинг По используемым устройствам Ну как бы Особенно выделить Хочется это Да То есть Как я уже сказал Пример про Там Таганрог Или еще что-то Особенно если Вы проводите Там Какие-то Технологические мероприятия В каком-то Определенном городе Ну допустим Как мы проводили В Красноярске Мы проводим Хакатон Соответственно Нам важно Понять Сколько Там Дизайнеров Программистов И так далее То Вот эта штука Очень сильно работает То есть допустим В Москве Буду говорить За Москву Да Допустим Большинство дизайнеров Используют Маки Да Компьютеры И macOS Соответственно Да То есть Вы можете найти людей Которые используют Которым интересен дизайн И которые используют Собственно Маки И которым нравится Photoshop И таким образом Вы можете более Как бы привлекательны Быть Вот для таких людей Так А я сейчас Посмотрю еще раз Чат Что-то Так 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 Вот гость спрашивает А можно ли Выбрать людей Подписанных На определенные страницы Например Аудитории Глянцевых журналов Да Можно вычленить Если вы знаете Название этих журналов Можно просто Эти страницы Перечислить Мне в Фейсбэ Фейсбэ Простите Это сейчас На ютубе Потом будет вырезано Как Мне в фейсбэк Часто показывает Рекламу страниц На которой Я и так Подписано Возможно Это используется Ретаргетинг Который Просто общий Это не Скажем так Это платформенная Реклама А не Там Конкретная страница Так Дальше Вопросов нет Да Мария Пишет Что да Есть подозрение Что фейсбук Старается Брать деньги За то Что люди готовы Читать без денег Тут я с вами соглашусь Ситуация складывается Следующим образом Что во-первых Фейсбук постоянно Меняет Как это Слово подобрать То есть Построение Вообще новостной ленты Постоянно меняется И Он придумывает Разные механизмы Как По его мнению По мнению Фейсбука Это будет наиболее Оптимально Естественно Что сейчас Часто Например Если у вас Там Тысяча друзей То Не факт Что вообще Кто-то видит Ваши публикации То есть На данный момент Влияет на Там Показ Публикации Вашим друзьям Следующий Что во-первых Ее лайкают Эту публикацию Репостят И комментируют И чем больше Тем больше Друзей ваших Увидят Не говоря уже О том Что будут Видеть Другие люди Соответственно Также Это зависит От того Например В каком Листе Друзей Содержится Тот или иной Человек То есть И тут Кстати Есть хороший Совет По пересечению И по использованию Рекламы Об этом говорил Кстати Наш главный Редактор Олег Гант Как-то Что По сути Если вы хотите Чтобы вашу Публикацию Начали видеть Больше людей Наиболее Эффективно Как раз Сделать Такую рекламу Вашего Поста Продвигать Его Для аудитории Которая Подписана На вашу Страницу Просто на Один доллар И все И поверьте Мне Это уже Увеличит Охват И При этом Если вы еще Полайкаете Ее То Количество Людей Еще больше Увидит Так А я дальше Считаю Чтобы исследовать Слевую аудиторию Нужно сначала Завести рекламную Компанию А чтобы ее Завести Надо привязать Рекламный аккаунт К платежному Инструменту А потом готовую Компанию Не успеть поставить На паузу Не-не-не Не так это работает Нет-нет-нет Ольга Не так все страшно Как вы думаете Во-первых Фейсбук Это же умная Такая система Она предназначена Для американцев Да Никто никогда Не платит заранее Вообще никто Все платят потом То есть Вы сделали Вашу рекламную Компанию Вот на себе Просто Честно Испытывал Это работает Очень забавно Что смотрите Вы можете сделать Рекламную кампанию Провести И у вас Как бы уже Бюджет Ну то есть Там написано Что там Это называется Вам выставляют чеки Условно говоря На определенную сумму Сколько вы потратили Например за отчетный перевел Там за месяц Ну допустим Допустим Вы потратили 5 долларов Да И у вас прикреплена карточка А на этой карточке Денег нет Так вот у вас Долг Он так и будет висеть До определенной суммы И вы просто можете Не платить Какое-то время Просто Ну там Если у вас еще потребуется Реклама Вы можете потом и заплатить То есть Никто не будет Какие деньги То есть да Привязать Платежные там Карты нужно Желательно Чтобы конечно Они были какие-то там Деньги небольшие Но это не обязательно Никто не списывает Так Хорошо Юрий спрашивает Я так понимаю Что и русские В Германии Увидят рекламу Да кстати Вот Таргетинг Вы можете настраивать Настолько точно Что вы можете найти Русскоязычное население В других странах Да Действительно Это работает Хотел привязать Карточку без денег Фейсбук не дал Но тут еще наверное Зависит от того Какую карточку Вы привязываете Конечно Это как бы История немножко другая Не тем вебинаром Но я имею ввиду Что возможно Виза электрон Да Вот эти все штуки Которые безыменные Они возможно Не будут работать Мария пишет По моему опыту Если отмечать людей В публикации Связан с контентом Страницы Ставить фото И отмечать людей Там То это влияет На то Что публикацию Видят Да Если вы отмечаете Людей Конечно же Это более продвигает Эту публикацию Но тут есть Некий минус Смотрите Ну например У меня такие настройки стоят Что я всегда должен Ипровить То что появляется На моей ленте Если пишет Какой другой человек Обычно если у меня Вот например Вы меня указываете В публикации Да То у меня Эта публикация Сразу автоматически Не появится На моей странице Поэтому Тут тоже как бы вопрос Возможно Конечно это влияет Но не так эффективно То есть если у всех Открыты страницы Да То это здорово Другой вопрос Это насколько Человек будет реагировать На это положительно Когда вы его отмечаете И собственно Без его ведома Конечно да Если это по Там тематике По его Но Это не всегда работает Да Это напряжно То есть ну Как правило Хорошего тона Не делать это часто Да Ну наверное Все сталкивались с тем Что у кого-то из вас Есть явно друзья Которые часто Поздравляют вас Так там С праздниками Или с Новым годом Они берут просто Какую-нибудь картинку Да И пишут туда Всех друзей И вот ты Как человек Странный Потом видишь Вот это вот Все И так как Отмечена Кстати Публикация То вы потом Видите все уведомления Как это публикация Вам надо специально нажимать Что я не хочу Видеть уведомления Ну в общем Тут такой вопрос Вот Ну окей Хорошо Так Ладно Мы что-то долго Говорим Давайте еще Пару идей Которые вам скажут Что Не все так хорошо Как кажется Во-первых Идеального решения нет Нет никакого шаблона Который вам сказал Что вот для вас Действует такая целевая аудитория И вам нужно делать Вот такие и такие настройки Такого просто нет Потому что Для каждого случая Целевая аудитория Она своя И настройки будут свои И Здесь помогают Как ни странно Гипотезы и тестирование Вот смотрите Пример того Как я сделал рекламу Вот вебинара Мероприятия Да Я вижу Что это неудачно Ну почему неудачно Потому что за те же деньги Можно было привлечь Больше людей Да Соответственно Теперь я уже точно знаю Что нужно делать иначе То есть Так это и работает Да Вы берете просто Например Ну давайте Вот такой пример приведу Что опять же Вы рекламируете мероприятие Да Вы можете Просто сегментировать Ваши Компании Рекламные компании То есть Допустим Вы можете сделать Три объявления Для дизайнеров Для программистов И для авторов проектов Допустим Если вы рекламируете Хакатон Соответственно Одно и то же мероприятие Вы можете делать по-разному Да Делать разные описания Разные там Картинки Если вы не подвигаете Самое мероприятие А там Собственно Пост какой-то Да Причем Продвигая Одно и то же мероприятие Вы текст менять Можете Это сто процентов Да И соответственно Вы можете потом Просто посмотреть То есть Таким образом Я хочу сказать Что Сегментируя Вашу целевую аудиторию Разбивая На более мелкие части Вы можете добиться Более Такого успеха Потому что Ну как бы Это не клади И все яд В одну корзину Да То есть Кто-то эффективнее Кто-то нет Вы сразу начнете Видеть В чем результат И Кстати Facebook Это же опять же Система Которая Хочет заработать Больше Там есть такая Кнопочка Добавить Или увеличить Бюджет То есть Если вы видите Что на данное Например Объявление Отзываются пользователи Быстрее Или лучше Вы просто Увеличиваете Бюджет И Это просто Работает А все остальные Отключаете Вот То есть Это работает Вот так Так Ну что Давайте быстренько Теперь перейдем К непосредственно К просмотру Хотя времени уже много Я думаю Что за 20 минут Я успею Так Давайте Во-первых Начнем Сначала Я хочу показать Success Story Которая была В презентации Мне просто нравится Как это сделано Так Демонстрация Рабочего стола Так Окей В общем Смотрите Этот раздел Выглядит так Я потом Очень советую Вам почитать Это все Самостоятельно Но здесь Вот эти Истории успеха Записаны В таком формате То есть Было написано Вообще Собственно О чем история Да То есть Это Teach for America Это такая Некоммерческая Образовательная Как бы Организация Которая Продвигает Образование Для 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 всех Для детей Да И Были даны Такие результаты Лиды Это собственно Те пользователи Которые пришли Да Которые Пришли через рекламу То есть Раньше Например Приходило Определенное Количество Людей На странице С помощью рекламы Они это увеличили В два раза И Видите Снижение цены За привлечение Снизилось на 61% Благодаря Мобильной рекламе То есть Как я уже говорил Вы можете Использовать рекламу Для разных устройств Соответственно Видите Если вы Там формируете Для разных устройств Вы видите Что например Для мобильных устройств Это работает лучше И это может сделать дешевле То вы просто Отключаете остальные И тут реально Прямо вот Расписано Просто реально Очень советую почитать То есть Используемые продукты Что они использовали Конкретно Да И что они хотели сделать Это повысить Узнаваемость бренда Так И собственно Вот везде В таких разделах Вам предлагается Создать рекламу Давайте создадим рекламу А ну хотя Давайте я перейду Просто Вопрос Где это находится Да Самый такой простой вопрос Вот у вас ваш фейсбук Он выглядит вот так У кого-то по-другому Ну я думаю Что там Ничего личного Здесь особо нет У меня Вот здесь Право сверху Есть как кнопочка В настройках И тут есть Вот две кнопочки Создать рекламу И управлять рекламой Если вы ничего не создавали Вот собственно Вы переходите В создать рекламу И это основной Менеджер рекламы Который выглядит вот так Очень страшно Как я уже говорил Кажется, что страшно Давайте сейчас Это все закрою Так Сейчас Сейчас Заново 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 Давайте сделаем Заново Sorry Окей Давайте начнем Отсюда В общем Смотрите Значит Все опять же По-русски Все понятно То есть Если вы Какая-то Некоммерческая Организация Скорее всего У вас есть цели Следующие Вы хотите Привлечь внимание К вашим публикациям Да Увеличить захват Либо, например Сделать Чтобы больше людей Перешли по ссылке На ваш сайт Соответственно Здесь вот есть Разные варианты Да То есть Вы можете сделать Вовлеченность Вовлеченность Это как раз Вовлечение количества Нравится И так далее Да И Приглашение Там Сейчас Секунду И поднимать Публикации То есть Можно посмотреть Вовлеченности Можно посмотреть Трафик Это непосредственно Клики на сайт Да То есть Что вам нужно Когда вы делаете Трафик Просто везде Есть свои Настройки Да Давайте просто Ну давайте Давайте начнем С трафика Поднесу Вот собственно Вот более-менее Вот так выглядит Поиск Аудитории То есть Этот инструмент Позволяет вам Как раз Сделать аудиторию Вот смотрите Во-первых С правой стороны Здесь есть Определение аудитории Это такая шкала Которая показывает Насколько она Оптимальная Да То есть там Зеленая Это как раз Оптимальная Желтая Это широкая И красная Это специализированная Очень узкая И так далее То есть Все с чего Вы можете начать Во-первых Это Допустим Удалить Зачем нам США Да И мы Можете Написать Мотква И вы Можете Сделать Например Радиус Все Кто живет В Москве Плюс Там 48 Километров Вы Также Можете Добавить Сюда Еще Там Например Самара То есть Вы можете В одно Объявление В одно Точнее Описание Целевой аудитории Добавить Несколько Мест В разных Городах И так далее То есть Прописывая Это все Здесь Это все Понятно Возраст Здесь Вы можете Также Варьировать Возраст Как только Вы меняете Показатель Видите Здесь Во-первых Шкала Передвигается Во-вторых Приблизительный Дневной охват Извините Я уже Просто заговариваюсь Меняется Количество Человек Который Потенциально Может увидеть Во-первых Это фейсбук Во-вторых Это инстаграм Обязательно Советую вам Посмотреть инстаграм Потому что Не надо скидывать С счетов Потому что Инстаграм Это тоже Сейчас очень Хорошая Развитая Социальная сеть Дальше Пол Мужчина Или женщина Например Сделаем Женщина Язык Вот кто-то Спрашивал Можно ли В Германии Русскоязычных Вот вы пишете Русский А например Можно английский Давайте английский Поставим Видите То есть Это количество Очень маленькое Окей Давайте Уберем Самару Чтобы она Не сужала И вот Сделаем Вот так Далее Раздел Детального Таргетинга Это вот все Что касается Работы Увлечений И так далее Вот смотрите Здесь есть Много чего Вообще То есть Программирование Например Люди Которые Интересуются Программированием Тут есть Непосредственные Языки Программирования Вы можете Выбрать Прям вот Прям досконально Все что угодно Все что угодно Дальше Есть Демографические Интересы Да Это образование Как я уже сказал Вы можете Там уровень образования Да Например Выше образование Учебное заведение Выбрать Год Когда Там Последний раз Человек учился Поколение Как я уже сказал Иксы Игрики Да Далее Дом Состав семьи События из жизни Это то что я говорил Да Например Дни рождения Можно найти людей У кого дни рождения Были совсем недавно Или там В новых отношениях Например Да Ну давайте Поставим В новых отношениях Я только что-то боюсь Что английский язык Ну давайте Ладно Ставим Давайте русский Поставим Хотя ладно Далее Поведение Вот здесь Поведение Вот честно Кстати Мне не очень нравится Как сейчас Этот менеджер Выглядит Потому что Слишком Как-то все Не очень удобно Но тем не менее Просто надо пролистывать Вот смотрите Тут есть Пользователь Мобильного устройства Давайте посмотрим Мобильное устройство Здесь с операционной системой Так Сейчас Устройство С iOS И попробуем Сделать Мобильное устройство Этого бренда Apple Давайте Apple Apple iPhone 7 Вот Окей То есть Мы сейчас сделали Следующее Вот у нас Пока получилось Следующее Что мы взяли Людей С Кстати С 18 до 38 лет Живущие в Москве Женщины Москва Плюс 48 километров Владеющие Английским языком Давайте еще посмотрим Это Давайте вообще Уберем этот язык Потому что Все-таки Тоже стоит Которые в новых отношениях Которые интересуются С программированием Музыками Программированием У которых есть iPhone 7 И которые Вот устройства iOS То есть Тут вообще Показывается Что теоретически Фейсбуки Эта аудитория Составляет примерно От 5 до 13 тысяч человек Давайте добавим связи Допустим Страница Facebook Людям Которым нравится Наша страница Например Теплица Вот И как видите Таких людей Которым нравится Теплица У которых iPhone 7 Любит программирование Женщины Их не так много Вот И как Кто-то спрашивал Да Вот Если там Страницы Вот тут Прям можно Перечислять Страницы Все И те Которые Интересуют И вот Таким образом Собственно Уточнять Аудиторию Так Ну Собственно Вот И вот Вот этот раздел Детальный таргетинг Он самый Самый сложный Потому что Здесь слишком много Вариантов Иногда Неудобно смотреть Потому что Постоянно Нужно пролистывать Тут нет разделов Да То есть Вот В этом сложность Так Далее Смотрите Плейсменты Вы можете Оставить автоматически То есть Это те На каких платформах Вообще Ваша реклама Может быть И она может быть На сторонних Каких-то Сайтах Которые используются Собственно Партнерские связи Вот И у вас тут есть Смотрите Понятие бюджета И графика То есть Есть дневной бюджет А есть бюджет На весь срок Допустим Вы можете поставить Бюджет на весь срок Допустим 5 5 долларов И поставить Когда начинается Когда заканчивается И 5 Вам говорит Что Ребят Ну что-то Как-то Слишком мало Давайте Поставим Дневной бюджет Давайте Поставим 1 Он говорит Что нет А для этой Вот Как бы Группы Слишком мало Давайте Поставим 5 Вот Объясню Почему Потому что Так как Аудитория И так Очень узкая Если вы Ставите 1 доллар То Вот смотрите Тут сейчас 500 1300 Да Если я Один Поставлю Будет Вообще Там 500 Человек Это Это считается Очень Как бы Нерабочая Стука Потому что Очень мало И Вы потом Оптимизируете Показы Рекламы Собственно За что Вы платите За Клики По ссылке Да То есть Мы сейчас Вообще-то Настраиваем Рекламу Которая Типа Мы Показываем Ссылку На ваш Сайт И Мы хотим Чтобы люди Переходили По ссылке Или Показы То есть Вопрос Что Эффективнее Вы можете Опять же Составить Два Объявления И Посмотреть Что Работает Лучше Допустим Показы Да И Далее Вот Можно Поставить Вручную Да И Вот Я уже Говорил Это Про Аукцион Потому что Чем Меньше Стоимость Тем Медленнее Это Все Будет Работать То есть Если Вы поставите Автоматически То Фейсбук Сам Выбирает Ставку И Она Окей Так Хорошо Ладно Допустим Вы создали Такую Целевую Аудиторию И Дальше Вы Настраиваете Само Собственно Рекламное Объявление То есть Вы Можете Тут Добавить Ссылку На Сайт Вы Можете Добавить Картинку Заголовки Я просто думаю Как быстрее Это сделать Чтобы Чтобы Просто не Тратить Время Окей То есть Когда Вы Рекламируете В таком Виде Видите Вариантов Очень Много Во-первых Есть Кольцевая Галерея Во-вторых Есть Просто Изображение Есть Видео Слайд То есть Вы Рекламируете Пост По сути Создаете Рекламу Которая Будет Отображаться В разных Местах И тут Кстати Классно Что есть Бесплатные Истоковые Изображения Вы можете Нажать И по Ключевым Словам Найти Например Не знаю Там Ocean Вот Вы Находите Вставляете Все То есть Как бы Вопрос Только Наверное В том Что Вы потом Нельзя Сохранить К себе Ну Потому Что Это Из Шаттл Стока Находится Вот Окей Это Вот Так Это Все Работает Далее Вы Получаете Объявление Просто Я уже Не успеваю Сейчас И Размещайте Заказ Видите Разместить Заказ Только В самом Конце Что Интересно Ну Давайте Ладно Сделаем Быстренько Допустим Добавим Какое Ни Изображение Одно Какой Текстик Напишем Так Так Сейчас Изображение Так Куда Так А вот Оно Грузится Простите Допустим Окей Вот так Смотрите Во-первых Вы можете Здесь Посмотреть Разные Варианты Как Это Выглядит На Десктопах Как Это Будет Выглядеть На Мобайлах Как Это Будет Выглядеть В Инстаграме И Как Это Будет Выглядеть Например В Какой То Нативной Рекламе То Есть Это Очень Классно Когда Вы Можете Создать Объявление И Смотреть Разные Варианты Просмотра Потому Что Иногда Вы Так Создаете Объявление Вроде Думается Ну Окей Как Все нормально Работает Но Оказывается Что Выглядит Все Не очень Странно Не очень Хорошо Например Почему Потому Что В Инстаграме Часто Объявляется А в Инстаграме Обрезается Соответственно Надо Делать Так Чтобы Везде Показывалось Хорошо Окей С этим Давайте Переключусь Обратно На Сюда Так Так Как Выбрать Ой Рекурсия О боже Что Делать Давайте Отключу Демонстрацию Просто На Время Пока Я Читаю Чат Так Если Так 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 Публикация Продвижения Событий Так Где Страницы Выбора Читателей Админов Давайте Сейчас Посмотрим И я Перейду Просто Как Это Выглядит Уже С Обычного Интерфейса Так Аудитория Это Все Находится В детальном Таргетинге И Вот Очень Тяжело Это Сейчас Неудобно Неудобно Так Прокламирование Все Мобильные Устройства Пользователи Владельцы Так Сейчас Как-то Общий Найти Посмотр Другие Категории Категория Facebook В общем Да Наверное Я просто Сейчас буду Очень долго Копаться В общем Серьезно Это Находится Здесь Я просто На вскидку Прямо Не отскажу Это Находится Точно В детальном Таргетинге Окей Давайте Быстренько Теперь Посмотрим Как это Выглядит С Обычного Собственно Так Давайте Посмотрим Все Нормально Отображается Да Смотрите Когда вы Поднимаете Мероприятие Тоже Все Работает Очень Намного Проще Кажется С той Стороны Когда мы Делали Объясню Почему Во-первых Тут Текст Сразу Есть Почему Потому что Это Шаблон Шаблон Текст Текст Который Вы Использов Для Мероприятия Его Здесь Можно Редактировать Сможете Часть Удалить Вот Смотрите Удаляю Вообще Вот У вас Здесь Остается Текст Который Есть Здесь Вы Можете Специально Загрузить Другое Изображение И Теперь Важно Что Вот У вас Прошу Прощения Здесь У вас Уже Отображается Та Аудитория Которая Существует У вас В вашем Аккаунте То есть То, Что вы Уже Насоздавали Это Люди Которым Нравится Ваша Страница Вот Эти Две Аудитории Они Как бы Существуют Их Можно Редактировать И Дальше Будет Уже Те Целевой Аудитории Которую Вы Создали Ранее Соответственно Если Вы Заранее Можете Создать Вашу Целевую Аудиторию Ну Допустим Вы Проводите Какие-то Акции Либо Какие-то Ивенты Допустим Вы проводите Метапы Хакатоны Как мы Можно Создать Например Целевую Аудиторию Отдельно Под Метапы Ну Потому Что Это Другая Аудитория Это Только Москва Допустим И Отдельные Например Аудитории Под Хакатоны Либо Отдельные Аудитории Под Вебинары И Просто Уже Когда Допустим Мы Хотим Поднимать Это На 3-5 Долларов Мы Просто Потом Выбираем Здесь Быстренько И все И При желании Мы Можем Это Отредактировать Вот Здесь Мы Ставим Бюджет Общий Бюджет Например 5 Долларов Да И Ставим Сроки Здесь Вы Можете Изменить Сроки Например Поставить До 28 Соответственно У вас Будет Что В среднем Вы будете Тратить По 1.66 В день То У вас Вся Эта Сумма Разделилась На То Количество Дней На 3 И Все И Вот У вас Привязана Карта То Больше Ничего Не Надо Вы Поднимаетесь Нажимаете И У вас Собственно Оно И Прубится Также Вы Можете Здесь Посмотреть Как Это Выглядит В Ленте На Мобильных Устройствах Совет Самое Главное Чтобы Текст Умещался Нигде Ничего Не Обрывалось Вот Ну Здесь Инструменты Самые Простые Есть Текст Есть Фотка И Как я Уже Говорил Например Одно И то же Мероприятие Можете Таким Образом Продвигать Как Для Женщин И Мужин Так И Для Разных Целевых Аудиторий Это Тоже Очень Удобно Вот Собственно То же Самое Отменить Промоакцию Да Собственно То же Самое Когда Вы Поднимаете Какую-то Публикацию Давайте Сейчас Быстренько Тоже Пролист Ну Пролист Ну Пролист Ну Допустим Вот Вот Это Допустим Вот У нас Публикация Я нажимаю Поднимать Тут Собственно То же Самое Смотрите Ничем Не Отличается Вы Можете Выбрать Целевую Аудиторию Бюджет Самое Главное Срок Действия И Здесь Уже Смотрите Есть Кнопочка Вы Можете Поставить Призывы К действию То есть Например Если Это мероприятие Вы можете Сделать Забронировать Подробнее Регистрируйтесь И так далее Либо Кнопку Вообще Не ставить Если Вы ставите Например Кнопку Это Выглядит Вот Таким Образом То есть Кнопка Подробнее Это На мобильных Устройствах Выглядит Вот так И Для многих Это Просто Удобнее Допустим Давайте Кнопку Сделаем Забронировать То есть Это Прямо Призыв к действию Call to action Который Прямо Будет Работать Если Вы Делаете Что-то Конкретное Вот Собственно Здесь Из такого Вида Кажется Что Это Делается Очень Просто Так Что Еще Осталось Показать То есть С этим Понятно И Ничего Сложного В этом Нет То есть У вас Есть Те Аудитории Которые Вы Создали Во-первых Те Уже Которые Есть Две Это Люди Которым Нравятся Ваши Страницы Да Люди Которым Нравятся Ваши Страницы Друзья Но Здесь Можно Редактировать Как я Уже Сказал То есть Вы Можете Поставить Например Какие-то Определенные Города И Сузить Эту Аудиторию Вот Так Окей Отмена Отмена Отменить Промоакцию И Теперь Я хочу Показать Как Выглядит Собственно Та Информация Когда Вы Уже Будете Смотреть Результат Управления Рекламой Это Такая Таблица Которая Выглядит Вот Так Подписать Что-то Так 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 Ну Давайте Так Вот Значит Здесь Отображаются Компании Отображается То количество Денег Которое Потрачено Да Вы можете Посмотреть Результаты Нажав Сюда Увидев Прямо Непосредственно Кто Как Взаимодействовал Большой Отчет Есть То есть Опять же Анализировать Это Необходимо И очень Важно Потому что Анализируя Вы можете Сделать Выводы Которые Потом Примените В будущем И не будете Делать Тех ошибок Которые Сделали И будете Более Эффективно Это Делать Тут Можно Применять Различные Фильтры Можно Посмотреть Ну То есть Реально По результатам Можно Сделать Очень Хорошие Большие Выводы Которые Вам Прошу прощения На основе Одного Объявлений Группы Объявлений И так далее То есть Вот Просто Тоже Совет Вам Попробовать Сделать Это Потратить Не знаю Один доллар Три доллара Но Просто Попробовать Первый раз Сделать Для своей Страницы И Просто Покопаться Здесь Опять же Ничего Сложного В этом Нет Ничего Сразу Не списывается То есть Вы Потратите 300 рублей Но Допустим Вы сможете Понять Как это Работает Реально Вот Так Давайте Я вернусь Сюда И Посмотрим Уже Тогда Вопросы Потому что Возможно Есть Вопросы А я Тут Пока Показываю Так Окей Давайте Посмотрим Что Вы Спрашиваете Есть Ли Возможность Подключить Рекламу Только В Инстаграм К примеру Без привязки К Фейсбуку Давайте Сейчас Посмотрим Бюджет Формат Думаю Да Так Я просто Сейчас Зашел Тоже Смотрю А смысл Какой Смысл Кстати Вопрос Почему Вы Хотите Делать Только Фейсбуке Например А не Хотите Делать Это Да Тоже Вряд ли Сейчас Это Смогу Показать Быстренько Быстренько Но Вопрос Хороший У нас Сложновато Это Узнали Пожелание Аудиторию Поискать Новую Аудиторию Понять Вообще Какой Объем Рынка Кто Эти Люди Сколько Где Они Живут Чем Они Занимаются И Таким Образом Сделать Какие Выводы Для Себя И Возможно Если Каким То Способом Вы Сможете Потратить Свои Личные 300 Рублей То Вы Увидите Как Это Работает И Это Не Так Сложно Как Кажется Потому Что Еще раз Фейсбук Это Платформа Которая На нас Пользователя Зарабатывает И Есть Большая Конкуренция Но Это В плюс И Минус Это Окей Мы Живем У кого Есть Хотя Б Небольшая Сумма Денег Тут Можешь Преуспеть Спасибо Вам Еще раз И Я Вот Прямо Сейчас Зайду В Анкету Еще раз Посмотрю Если Кто-то Ответил Я Говорю Вам Спасибо И Я Надеюсь Что Все Остальные Тоже Сейчас Ответят Вот Например На данный Момент На данный Момент Сейчас Я скажу Сколько Человек Ответили Нисколько Нет Один Один Человек Ответил Так Хорошо Поэтому Пожалуйста 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 Еще Отвечайте Вот Анкета Ссылка Последняя Самая Не могу Найти Анкету Ольга Смотрите Значит Анкета Вот она Вот ссылка В чате Видите Ссылка Такая Чтпс Гугл Формс Там И так далее Вот это Анкета Давайте Еще раз Анкета Вот И спасибо вам большое И тогда До следующих встреч Я надеюсь Что на следующей неделе У нас будет еще вебинар Смотрите Обновления И Запись вебинара Появится на следующей неделе Тоже Все Пишите Всем пока Продолжение следует